Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Анатолий Юницкий посетил площадку будущего инновационного центра Skyway в Шардже и ответил на самые популярные вопросы инвесторов и партнеров компании о будущем проекта в Объединенных Арабских Эмиратах. В середине мая Джефф Безос, основатель компании Amazon, провел презентацию лунного модуля, на которой озвучил идеи, очень напоминающие предложения, которые высказал в открытом письме к Безосу основатель Skyway Анатолий Юницкий. Автор технологии Skyway прокомментировал ситуацию. Информационная служба Skyway подготовила видеосюжет о расширении производственных площадей для производства струнного транспорта, в котором рассказала о темпах строительства и целях использования нового здания. На литовском портале 3W Technology LT, посвященном высоким технологиям, вышла статья о Skyway. Учитывая сложную историю взаимодействия проекта Skyway с правительством Литвы, ее можно считать знаком для налаживания отношений. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Продолжается строительство инновационного центра Skyway в Шардже. По предварительным планам, открытие нулевого километра первой струнной транса в УАЭ назначено на 29 мая. В связи с приближением этой даты площадку будущего центра посетил генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий. В своей речи перед инвесторами и партнерами проекта он ответил на целый ряд вопросов. Как проходили переговоры о выборе места для центра Skyway? Сколько еще проектов будет реализовано в УАЭ в ближайшие годы? Когда тропический юникард доставит УАЭ, чем будет заниматься институт Skyway в Шардже? Когда планируется выход на биржу? И многие другие. Полную запись выступления вы можете посмотреть на нашем сайте. Новый виток обсуждения в интернете получило открытое письмо генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, адресованное Джеффу Безосу, американскому предпринимателю, основателю компаний Amazon и Blue Origin. Поводом послужило выступление Джеффа Безоса на презентации лунного модуля, в котором он затронул тему колонизации околоземной орбиты. В своей речи американский визионер озвучил ряд идей, напоминающих проекты белорусского изобретателя. Разобраться в сложившейся ситуации попытались несколько медиаресурсов, разместивших публикации на эту тему. В их числе национальные интересы, технокульт, именно информационный портал Крыма и другие. Вот как прокомментировал ситуацию изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий. Приятно, конечно, что такой занятой человек, как мистер Безос, нашел время, чтобы прочитать мое письмо, а в том, что он это сделал после его презентации, нет никаких сомнений. В январе этого года началось строительство новых производственных площадей ЗАО «Струнные технологии», на которых будет проходить производство подвижного состава для Объединенных Арабских Эмиратов и подготовка струнного транспорта к серийному производству. Сегодня строительство подходит к завершению, и руководство проводит осмотр будущего производства. Информационная служба SkyWay подготовила видеосюжет о расширении производственных площадей, в котором рассказала о темпах строительства и целях использования нового здания. Посмотреть сюжет вы можете на нашем сайте. На литовском портале technologies.lt, посвященном высоким технологиям, вышла статья о SkyWay. Автор статьи изложил основные аспекты струнных технологий, показали существующие модели, а также описали программу SkyWorld. Ряд проектов в областях земледелия, экодомостроения, биотехнологии и экологически чистой энергетики. Автор статьи отмечает, несколько лет назад это была просто идея, которую мало кто слышал, но в прошлом году тысячи заинтересованных людей уже могли оценить преимущества нового транспорта в экотехнопарке под Минском. Этот инновационный технопарк занимается испытаниями сертификации, демонстрации и разработкой транспортных технологий нового поколения и их инфраструктурных комплексов. Первоначально именно Литва рассматривалась генеральным конструктором SkyWay Анатолиум Юницким в качестве страны для строительства экотехнопарка в 2014 году. Однако после необоснованных нападок со стороны правительства проект отменили. Объемная и подробная статья о SkyWay, написанная в позитивном ключе, может говорить об изменении политики Литвы в отношении проекта SkyWay и Анатолия Юницкого. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok